друзья доброе утро у нас вчера прям такой мелкий как крупа шла и снежок прям лежал было минус 3 даже на градуснике показывала сегодня потеплело сейчас наверно 5 плюс 6 все растаяло ну так прям воздух аж потеплее стал ветер только я иду сейчас до бабушки томы в общем когда начинался топительный сезон бабушка тома не могла запустить котел вызывали мастера и он все сделал а вчера вечером она позвонила говорит что вода побежала с него она быстренько перекрыла газ без отопления хорошо хоть чуть потеплела а еще если кто помнит я покупала ей обогреватель приносила но она пользовалась это еще весной я покупала все работало а это говорю включите хоть пока нет отопления это чтоб подогреться включает он не работает я утром рано бегала в разные розетки вставляла не работает так что сейчас иду если там чек сохранился но я оставляла бабушки по-моему в коробке не знаю позвонила водоток я здесь брала сказали ну приносите посмотрим сейчас иду этой дорогой хочу это варила бульон для борща такие хвостики на думаю надо отдать тут и с мясом иди моя хорошая иди а где мамка набери перри кушать не бойся не бойся иди не бойся иди не бойся или кушать не бойся ты с мясом бери или с мясом а а мамку не вижу что перекушай а то сейчас набегут бери давай я отойду там хвостик такой прям вот чего-то мясной бери кушай а мамки не видно наверно там во дворе надеюсь она жива ну ладно вроде так чужих собак рядом нет не отнимут пусть кушает так на чем я становилась а ну иду до вошки думаю тоже позвонила сказали приносите сейчас иду посмотреть чеку себя посмотрела нигде я не нашла наверно в коробке стояла но нога коробок целый она туда просто что-то такого наложила еще вот хочу отнести мастеру позвонили по котлам сейчас такой сезон тяжело найти все же работают ну сказала после 12 подойдет надеюсь что в ходьбе отремонтировал потому что без котла без отопления холодно не видно мамке всю эту выгляду ну ладно все что скажут но если чека не найду конечно без чека не примут тогда заберу домой кого-нибудь из родственников попрошу чтоб посмотрели я жару я утром ходила в разные розетки вставляла эти переключатели тыкала ничего абсолютно не получается у меня дом как-то изначально в магазине работал купила то это как-то отходил может там провод отходит то тоже были то с одной стороны греет другой нет как-то вот не очень удачно получилась покупка друзья погодка более-менее я решила выйти вот эти цветы свершие но они уже такие страшненькие обрезать листья пособирать и колеса позасыпать где уже обрезала корешки чтобы они чтобы землю зимой было теплее а то они здесь просто лежат там клубнику созревают пусть лучше будет в колесах и потом как удобрение еще останется друзья но я понемножку пособирала где еще цветут ведь они где только начинают распускаться красивые фиолетовые вот это желтенький тоже он какой-то как поздний чем буду тоже потом обрезать и точно также сверху в колеса кидать эти еще красивые стоят такие тверденькие белорозовые тут желтый по срезала эти еще вообще не распустились такие пушистики туне цветет вот молодец ну и наверх сейчас поднимусь просто тут еще как бы отцветут я или когда морозы ударят и тогда последний уже по обрезаю точно также в колеса покидаю варианте какие кустиков которые желтые красивые ну это тоже такие как я тебе показывала белоснежные невеста красивые эти уже тоже скоро можно обрезать ну и за кошка смотришь еще вроде как желтенькие эти что-то какие-то листья подсыхают не знаю или подмерзает ли подсыхает но не до конца только начинает распускаться это такие кустовые наверное было может холодно зимой но перезимовали все равно видите распустились эти тоже хотела обрезать не думаю из-за кошка еще желтый цвет еще не обсыпались пусть будут что они эти уже такие есть вяленькие ну все как уже начнутся стабильно морозы тогда уже все по обрезаю пока это по моему пару недель еще будет у нас такая плюсовая температура еще могут постоять так все листья облетели все зелени нет опять тут такая страшная че ничего буду ждать весны буду в окошко на колеса только смотреть на цветные пока снег не выпадет друзья добрый вечер на улице темно без двадцати восемь этот баксиком на кухне на вас что-то перестал он уже надоел наверное этот корм влажный может быть что постоянно даю с ведерка сухой оттаскает что-то хочется ему еще все мягкое ходит сегодня выходила свой орудик там которые хризантемки чуть-чуть отсвели по обрезала и эти колеса измельчила чтобы накрыть и срезала розочку вот то что мне розочку что я сажала в общем она выпустила бутончик а сегодня у нас был прям мокрый снег такой это крупа прям тело я думаю надо ее ту замерзнет чем срезала не знаю распустится она или нет давайте баксик лежит на подоконнике как телевизор смотрит она ветер листья летают и на подоконнику он бегает прыгает смотрит жалюзи ты тут открывает чтоб посмотреть на баксик давай пока уберу розочку чтоб ты не перевернул то я банку приготовила общем я капусту режу хочу посолить баночки морковки натерла я по своему рецепту делаю я уже не однократно говорила вам но если кто-то новые подписчики или забыли я еще расскажу это я режу можно ножичком резать но я вот этой полегче от ножа рука болит все перемешиваю заталкиваю банку можно просто капуста можно под пилюс очку сделать качанчик порезать кусочками тоже очень вкусно получается вот и сыплю две ложечки столовых сахара сверху и две столовых ложки соли без верха и заливаю кипяченой водой ну там литр должен выходить но если не получается может меньше может быть больше смотря как вы затолкаете и ставлю около батареи подставляю мисочку под банку если будет лишняя вода выходить сок потом можно и когда ножичком я буду делать дырочки чтоб воздух выходил это можно его этот сок обратно туда заливать да баксик слушаешь в общем у меня я постоянно так делаю очень нравится через три дня она уже такая хорошая что можно ее кушать заливаю кипяченой водой можно остывшей но я иногда бывает даже и теплой заливаю если теплой залить то она быстрее просаливается вот так да я мой котик и такой котик ну все друзья всем доброго вечера а мы продолжаем капусту резать